Это видео посвящается десяткам и сотням забаненных на всех официальных площадках во время великого молчания Гайдин. Спасибо вам, что вы открыто и честно выражали свое мнение, не пытаясь сделать вид, что терпеть оскорбления — это нормально. Мы помним и знаем всех и каждого, кто нас поддерживает в этой борьбе ради любви к проекту, но не хамство со стороны отдельных его представителей. Спасибо, что вы есть. Здравствуйте, меня зовут Берди Буч. Я был первым, кто обратил внимание общественности на неприятный инцидент на официальном стриме, который все так старательно пытались скрыть. Напоминаю, официальный стример назвал зрителей бичарами. На данный конкретный момент компания Гайдин признала свою ошибку и принесла официальные извинения, и, казалось бы, конфликт исчерпан. Но на нас, со стороны некоторых блогеров, пылились оскорбления, гневные комментарии, дизлайки и попытки перевернуть всю историю с ног на голову. Но мы не будем молчать. Мы ударим в ответ. Наш маленький друг Алканафтер влез в ситуацию, когда она уже была решена. Когда Гайдин признали свой косяк и принесли нам извинения. Когда уже никто не думал поднимать эту тему, потому что тема была исчерпана. Но наш латвийский друг в шоке осознал, что в этот раз он не попал на поезд хайпа. Что в этом поезде есть Берди Буч и Эзида, причем едут они в первом вагоне. А Алка в первый вагон уже никак не успевает. Его в Лизане есть на 100% хайп. Сейчас я приведу вам неопровержимые доказательства. И попрошу вас быть чуть более внимательными. Вы узнаете много интересного. Вы узнаете истинное лицо нашего маленького латвийского друга. Каков был его план? Он не мог начать поливать говном улиток, потому что зависит от них. Он не мог просто рассказать об этой ситуации, ибо, повторюсь, ситуация была полностью исчерпана. И что же ему оставалось? Он подумал, а почему бы мне не полить говном того, кто рассказал об этой ситуации? Посмотрите, канал всего на 14 тысяч подписчиков. Я управлюсь до ужина. Но он ошибся. Он ошибся, как ошибся Гитлер, когда немецкие войска вошли на территорию Советского Союза. Он думал, что захватит Союз за две недели. Но чем это закончилось, мы все знаем. Алканафтер думал, что он с легкостью вывернет факты наизнанку и заставит всех своих подписчиков и все сообщество ненавидеть Берди Бутча. Но у него не получилось. Но прежде чем уличить его в передергивании, в его любимом выворачивании фактов, я спрашиваю его, Кирилл, а почему ты молчал? Ты же был в курсе произошедшего с самых первых минут. Почему ты не запилил ролик? Почему ты не осветил ситуацию? Почему ты банил людей, которые тебя на стриме спрашивали про это? Есть человек, который донатил тебе три раза, прежде чем ты нехотя, неохотно дал ему ответ. Человек тратил деньги на то, чтобы узнать твое мнение. А ты его игнорировал. Разве это отношение к зрителям? Это было до выхода моего ролика. Если вы думаете, что эту Бутчу поднял я... Нет, я был первым, кто ее озвучил вслух. Но до меня было уйма игроков, которых фраза ведущего оскорбила и покоробила. Я люблю этот проект, я играю в этот проект. Я делаю контент по этому проекту, но я не потерплю, когда с официальной площадки оскорбляют игроков. А почему молчал ты? Потому что была команда молчать. Зная, как ты любишь хайпить, все были крайне удивлены. Но тебя никто не просил поливать элита грязью. Тебе были бы просто благодарны за освещение проблемы. Но ты промолчал. Но когда ты понял, что поезд хайпа уходит, ты решил заскочить на него любыми доступными методами. И ты выбрал самый грязный и низкий из них. Ты решил выставить виноватым не того, кто допустил такой косяк в прямом эфире, а того, кто рассказал об этом. Не того, кто оскорбил игроков, а тот, кто указал на это. И это было бы твоим мнением, если бы ты не начал в своем стиле все перевирать и перекручивать. Это и есть твой стиль ложь, подмена фактов и полное игнорирование здравого смысла. Ты обвинил меня, что я показал запись без контекста. Запись не была порезана и было показано в моем видео от и до. Ты понял, что ты не в состоянии заставить людей забыть эту запись. И ты начал крутить. Ты начал смещать акценты. Ты начал говорить, что Андрей прекрасный парень. Ты начал говорить, что его спровоцировали. Ты сказал, что Андрей сделал много лично для тебя, а значит нам нужно его простить. То, что он твой друг, не значит в этой ситуации ровным счетом ничего. Если бы он избил кого-нибудь, ты бы сказал, да ладно, он такой хороший парень, он так много сделал для меня. Ни один человек в среде War Thunder не защищал неадекватов, которые, может быть, были в чате. Но вот интересный момент. Все мы видели пруфы и оскорбления от Андрея, но где пруфы и оскорбления в его адрес? Почему запись была в панической спешке удалена со всех платформ? Может быть там не все так гладко, как ты плетешь? Это не оправдывает неадекватов в чате. Никто их не оправдывает. Но зачем было заметать следы? Повторюсь, компания Гайдин уже признала этот косяк и принесла официальные извинения. Меня зовут Вячеслав Буланников, я директор проекта War Thunder. Я приношу свои извинения тем, кого обидели, или кого могли обидеть. Слово Андрея Артамохина, сказанное им на стриме минувшую пятницу. Такие усказания недопустимы. Мы временно отстраняем Андрея от стримов и эфиров. Еще раз приносим вам свои извинения. Зачем ты влез сюда, алканавтер? Здесь не было хайпа для тебя, но ты решил создать его своими руками. Ты назвал всех, кто требовал от Гайдин принять меры, толпой дегенератов и малолетних дебилов. После того, как ты банил людей на стриме, которых оскорбило такое отношение. Ты одобряешь поливание игроков говном. Ты сам так делаешь. Ты не отвечаешь на сообщения даже за деньги. И после того, как только лениво не высказался на эту тему, после поста на реддите, который собрал больше трех сотен комментов, где такое поведение стримера осуждается, после всех заявлений, что Гайдин прокололись, и после их же признания проблемы, ты влез сюда и начал все перекручивать. Но ты не учел, что твои подписчики не помогут тебе, если за тобой нет правды. Ты просто решил похайпить. Ты главный хайпажер во всей тундре за всю ее историю. Ты помнишь, как ты придумал историю, что тебя похитила... ...латвийское КГБ. А где пруфы? Пруфов нет. А ты помнишь, как у тебя похитили твой канал? А где пруфы? Пруфов нет. А ты помнишь, как ты хайпился на детском доме? Это мерзко. Это недопустимо. И все ждали видео, как ты туда съездил. Но того видео мы так и не дождались. А вот у Эзиды такое видео было. И он не орал об этом на каждом углу. А у тебя мы видели только лишь сбор средств. И много негативных комментов от людей. И много дизлайков под тем видео. Потому что люди не хотели помочь. Очень хотели. И помогали. Но куда ушли их пожертвования? И ты будешь меня оскорблять и обвинять в хайпе? Ты выдал ложь своей аудитории. Ты перекрутил факты и сместил акценты. Ты приплел свои личные отношения с человеком к ситуации, которая была сугубо профессионального свойства. И после этого ты смеешь обвинять кого-то и оскорблять? Ты насрал в комменты, как маленькая избалованная детятка. Ты столько раз продавал свое мнение, что это уже стало народным мемом. И с каждым разом ты пробиваешь все новое и новое дно. Ты помнишь случай, когда в какой-то тошниловке перед самым закрытием тебе не продали пирожок с капустой? Помнишь? Для тех, кто не знает, Алканафтер просил всех и каждого зайти на сайт заведения и написать им разгромный отзыв. Люди, которые там никогда не были, шли и оскорбляли открытым текстом заведения, его персонал и его администрацию. Это мерзко. Это недопустимо. Это тошнотворно. Но именно так ты и делаешь. Ты хайпишь на афганской войне. Ты хайпишь на евреях. Ты хайпишь на Украине. Ты влезаешь абсолютно в каждую ситуацию, которая отдает желтизной. Ты помнишь твои конфликты с бесом? Все помнят. Ты решил немного похайпиться, но бес тебя обломал. Ты помнишь, как ты угрожал бесу судебными исками? Все помнят. Ты понял, что бес тебе не по зубам, и ты напал на своего коллегу, на Изиду. Мешал его с говном. Говорил, что он бездарность и что он должен дословно пиздавать с Ютуба. А потом ты начал трогать его семью. Ты полез туда, куда не полезет ни один здравомыслящий и адекватный человек. Ты начал трогать его жену и двоих детей. И ты будешь что-то рассказывать нам о хайпе? Отличие наших каналов в том, что твой работает как желтая пресса. Перекручивание фактов и ложь-ложь, еще раз ложь. А этот канал работает только на своих зрителей. И этот канал не продается. И если ткнуть нас пальцем, мы откусим руку. С вами был Берди Буч, друзья. До новых встреч. Пис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова